Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карины Саяхова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В Казанском федеральном университете прошел ученый совет ВУЗа. Студенты Казанского университета приняли участие в антикоррупционном заседании. Искусственное мясо выходит на рынок. В Казанском университете состоялся ученый совет ВУЗа под председательством ректора Ильшата Гафурова. Какие вопросы обсуждали, смотрите далее. Перед началом заседания ученого совета ректор Ильшат Гафуров вручил пять аттестатов о присвоении ученого звания профессора. Ректор поздравил сотрудников и пожелал им здоровья и продуктивной работы. Хотел бы вам пожелать удачи, здоровья, чтобы мы еще долго-долго вместе работали в стенах нашей альбоматуры. Давайте еще все похлопаем. И желаю удачи. В повестке дня ученого совета были пять важных вопросов, касающихся выбора заведующих кафедрами, конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также представления к присвоению ученых званий и выдачи дипломов доктора и кандидата наук. Переходим к обсуждению повестки дня нашего заседания. Отдельным пунктом, ранее не изучавшим на ученых советах, стал вопрос об увековечении памяти знаменитых людей Казанского университета. Участники совета обсудили возможность установки мемориальной доски памяти Станислава Сергеевича Говорухина. Ректор напомнил, что Станислав Говорухин являлся выпускником Казанского университета, закончив геологический факультет. Я думаю, что здесь все личности Говорухина Станислава Сергеевича знают. Значит, единственное, что есть положение, что в целях объективной оценки значимости лица, имя, которое предлагается выковечить памятники, памятные знаки, мемориальные доски, могут быть установлены не ранее, чем через 4 года после его кончины. По традиции в перечень принимаемых решений был включен блок «Разное», где рассматривались сопутствующие вопросы. В завершении заседания проректор по административной работе Андрей Хашов сообщил о проведении в декабре конференции работников и учащихся КФУ для утверждения новой редакции, коллективного договора и обеспечения регулирования социально-трудовых отношений. Ректор отметил, что данное мероприятие пройдет в вочном формате в здании Университета. Информация об этом появится на сайте Казанского университета. Поэтому, еще раз говорю, в конце года мы еще одно собрание наше проведем. Я думаю, и на сайте университета его тоже надо опубликовать на сайте, правильно? Лев Диденко, Вета Басова, Леонардо Литьяров, Универ, Ньюс. Социальная сеть ВКонтакте объявила программу поддержки проектов на родном языке. И студенты Казанского университета победили в этом конкурсе благодаря проекту «Таткаст» первому подкасту на татарском языке. Мы выиграли грант, второе место в размере 150 тысяч рублей. И этот грант поможет в продвижении нашего проекта ВКонтакте. Мы начали его делать, когда учились на третьем курсе, нам предложили, мы сразу согласились. И вот уже, что мы имеем в данный период, мы уже записали юбилейный выпуск. Коррупция – значительная проблема в современной России. Она затрагивает разные сферы жизни – политика, медицина, образование и другие. О том, как студенты Казанского университета борются с этим социальным недугом, смотрите далее. Студенты-активисты Казанского университета приняли участие в четвертом заседании Совета общественных организаций и объединений Республики Татарстан по противодействию коррупции. Мероприятие прошло на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Что мешает движение экономики? Что мешает более распределению бюджетных средств? Вот для этого есть у нас система, есть антиракционное управление при президенте, есть общественная организация. Вот на сайте обсуждают разные аспекты работы. Как, что здесь работать с тем, чтобы меньше было неисправедливости и меньше было коррупционных проявлений. Вот для этого здесь собирается большой интерес к дискуссии. Участие в дискуссии приняли представители власти, духовенства и молодежной организации. К слову, студенты Казанского университета регулярно участвуют в подобных мероприятиях. Мы, как активисты антикоррупционного движения, организуем работу по профилактике коррупции в образовательных организациях, а точнее в Казанском университете. И поэтому нам здесь присутствует очень важное и необходимо, по той причине, что здесь как раз-таки можно найти взаимодействие и скорректировать работу так с институтами гражданского общества, так и с органами власти, которые здесь тоже присутствуют. Как отметил Максим Бутылин, присоединиться к активистскому движению может любой желающий, чтобы совместными усилиями бороться с коррупцией. Диана Жленкова, Фаридзе Хитуглы, Универ Ньюс. Власти Сингапура одобрили продажу искусственного мяса. Теперь американская компания Eat Just под тщательным контролем агентства по продовольствию будет поставлять на американский рынок культивированный продукт. Узнаем, как изготавливается искусственное мясо и полезно ли его есть. На самом деле про создание искусственного мяса говорят не только за рубежом. Российские компании тоже потихоньку осваивают новые технологии. Выясним, какие возможности по созданию мяса существуют на российском рынке. Мы можем воссоздать хоть точно такое же, один в один, куриное, коровье, лошадиное мясо. А можем сделать абсолютно новый продукт, отличающийся по свойствам. Это просто вопрос технологии. Например, сейчас в нашей компании мы тестируем растительные скафолды из сои. Это такой пока будет первый возможный продукт. Изготовление искусственного мяса требует научного подхода, а значит создать мясо сложнее, чем вырастить теленка. Однако при создании необходимой техники и лаборатории грамотных специалистов процесс культивирования мяса в разы быстрее. Как же сделать биомясо и какие технологии для этого нужны? Сначала надо получить клетки животных. Для того, чтобы получать много клеток, нам нужна питательная среда главным образом. Они начинают там делиться, размножаться. Нужны будут, конечно, технологии биопринтинга или технологии создания так называемых скафолдов. Это такие каркасы, на которые заселяются клетки. Потом мы должны погрузить их в большие биореакторы. Там именно происходит этот процесс, в результате которого мы в итоге получим кусок мяса. Ученые утверждают, что культивированное мясо будет экологичнее и питательнее, чем оригинал. Кроме того, использование такого мяса будет более гуманно по отношению к животным. Я уверен, что через 40-50 лет это мясо будет доминировать над обычным. Просто потому, что это то же самое, только лучше. У этого способа гораздо больше преимущества. Во-первых, это гуманно. Нам не надо содержать животное в не самых лучших условиях. Не надо его потом будет забивать. Используется гораздо меньше площади, гораздо меньше воды. Не нужно использовать антибиотики или гормоны для выращивания животных. В России технология по заданию культивированного мяса начала развиваться буквально 5 лет назад. Но уже сейчас она дает результаты. По мнению ученых, за выреченным в лаборатории мясом лежит путь к здоровому питанию в будущем. Федосия Иршова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. Завершился турнир на Кубок полномочия на представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по хоккею среди любительских студенческих команд, где команда Казанского университета Юлбарса взяли серебро. Подробности далее. По словам комментаторов, последняя игра Кубка проходила очень напряженно. В финале встретились Казанский Юлбарса и команда сборной Пензенской области. Обе были на равных, однако в какой-то момент Пенза стал одерживать верх, и под конец матча буквально в последние 5 минут забили еще две шайбы. Таким образом, проиграв со счетом 3-0, Казанские Юлбарсы стали обладателями второго серебряного места на Кубке полномочия представителя президента Российской Федерации по хоккею среди любительских студенческих команд. Казанский федеральный университет, на мой взгляд, выступил довольно хорошо на этом турнире, потому что ожидалось то, что наша команда не сможет выйти из группы. Казанский федеральный давил очень сильно, наработал и не на один гол, а как минимум на два гола он точно наработал, мог выходить вперед. Но, увы, ребятам, видимо, сил не хватило, а две еще безответные шайбы они пропустили, в итоге 3-0 Пенза победила. Как рассказал главный тренер, подготовка к турниру началась еще в сентябре. Юлбарсам немного не хватило сил одолеть соперника. В этом году в Сосов пришли очень сильные нападающие, однако на финальном матче немного подвела оборона. Для нас было главное это принять участие, показать хорошую игру, с чем мы, в принципе, справились. Есть проблемы, мы не смогли четко сыграть в обороне. Соперник просчитывал и на контратаку, соответственно, обходил нас и забивал. К сожалению, проигрыш, но, к счастью, мы завоевали серебряные медали. Лев Диденко, Вилета Басова, Фарид Джалали, Универ, Ньюс. На этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok